Для нашего бизнеса нужен движ. Мы, конечно, очень сильно законтачены на Европу и законтачены часто по лени. Сколько вас грождаст? Я бы Турцию взял в управление. Они, честно, в этом признаются, они говорят, что дедлайн – это не наше. Люди в верхней части среднего класса, у них сохраняется часть долларового мышления. Мы анти-Икея, потому что мы для ленивых. Наша отрасль дремучая. Сегодня, в принципе, стоимость любого российского бизнеса равна 1 рублю. Для этапа развития России следующего нужно создать нечеловеческие условия для экономики. Бизнесмен должен быть эгоистом. Приходишь на сайт директоров, клюешь носом, пока не дойдет дело до дивидендов. Вы считали или вам больно это делать? Мы решили, что в это время лучше все деньги пусть будут в кирпичах. Нужно отрезать все здесь. Всем привет, это Forbes Talk и я Елена Тафанюк. Мы находимся в закрытом клубном пространстве сообщества NUDO. И у нас в гостях предприниматель, сооснователь компании «Мистер Дорс» Максим Валецкий. Максим, здравствуйте. Добрый день. Как бизнес? На удивление, ничего. Мы, я как раз жду итоги первых полгода, идем в плюсе по сравнению с 2021. По полгоду. Насколько в плюсе, пока не знаю, потому что там все плясало. Как и у всех наших коллег, у нас был плюс 100% в марте, естественно. Апрель небольшой рост, май 0%, ну там, не знаю, 2% рост. И в июне, на удивление, плюс 15%. Мы, в общем, как-то сами удивились. Все решили ремонтироваться и покупать шкафы? Я, честно говоря, не могу это объяснить. Я думаю, эффект ухода многих игроков все-таки сработал. Раз, два, все-таки заканчивают проекты. Я очень опасаюсь за период от 6 до 9 месяцев. Не то, чтобы кто-то был беременный. Просто я смотрю за статистикой сделок на рынке недвижимости. Для нашего бизнеса нужен движ на рынке недвижимости. Падает, растет, неважно, должен быть движ. Причем первичка, вторичка, тоже не суть важная. Что меня больше всего беспокоит, это застой на рынке недвижимости. Подожди, а падает, почему это? Неважно, люди двигаются. Я имею в виду, падают цены. Главное, чтобы люди двигались. Как раз, когда падают цены, у нас часто рост, потому что вот этот вот происходит движ. На изменившуюся в лучшую сторону для покупателя цену приходит покупатель, покупает, и тем более раз подешевело, у него остается больше денег на ремонт. Многие говорят о том, что прервались поставки, нарушилась логистика. Вы испытываете какие-то сложности от этого? Небольшие. Небольшие сложности испытываем. Дело в том, что практически все в нашей индустрии завязаны на кого? На итальянцев. Я перед нашей встречей встречался, внизу обсуждал там один большой девелоперский проект с моим коллегой, который поставляют итальянские, извиняюсь, унитазы, в том числе раковины и краны. У него объем вырос очень сильно, потому что ушли многие другие поставщики, немцы и так далее. Если брать наш мебельный рынок, у нас единственный громкий уход, это компания Bloom, но, честно говоря, есть компания Hetic, которая делает то же самое и никуда не уходила. Просто Bloom очень граммно ухитрился построить из этого бренд. Единственный бренд фурнитуры, который знает обычный потребитель, это Bloom. Хотя это один из десятка брендов фурнитуры. И это хороший повод посмотреть на другие рынки, потому что когда начинаешь смотреть, выясняется, что китайцы уже все делают то же самое и не хуже. Мы, конечно, очень сильно законтачены на Европу. Я говорю не только, в данном случае я говорю не только про мебельную индустрию, а про многие другие индустрии и законтачены часто по линии. По линии? По линии. С европейцами работать удобно. Дело в том, что в бизнес-взаимодействиях большое значение еще имеет общая система ценностей, общее взаимопонимание. Я работал с китайцами, там в другом своем проекте, такой мне Ле Футур был проект, необычные подарки. Я тогда делал еще все руками и там мотался 10-12 раз в Гонконг, там разбирался, как работать с Китаем. Очень тяжело работать. У них другое миропонимание, чем у нас. Это не значит, что мы хуже, они лучше или наоборот. Ну, они конфуцианцы. Вот у них есть, они такой порядок вещей, и порядок вещей должен быть такой. Китайцы вам не предложат другой вариант. Вы им должны предложить. Дальше они подумают, если это работает, они говорят, да, работает, почему бы и нет. С турками сложно работать. Со многими другими, как бы представителями других больших экономик, гораздо сложнее работать. Ну, мы не привыкли, мы все-таки европейцы. Но гром грянет, начнем работать. А с турками вы же там строите что-то. Мы с вами даже встречались в Тангуле. Мы у Турков покупаем, у нас есть большой международный проект. К сожалению, по условиям контракта, я не могу сказать, что за проект, но могу сказать, что такой, в общем... То есть вы собираетесь нечто экспортировать? Мы уже экспортируем. У нас большой очень заказ на очень крупное международное мероприятие. Примерно половину из этого мы делаем сами. Половину должны были по плану до различных событий закупать у других российских производителей. После того, как случилось то, что случилось, мы десантировали команду в Турции. И теперь то, что делаем сами, мы продолжаем делать сами. А то, что нам должны были поставлять другие российские поставщики, мы покупаем у турков. Плюс мы организуем там логистический хаб, где собираем все вместе и отправляем дальше, куда нам надо. Очень тяжело работать. Почему? Особенности турецкого минарлитета? Мы на самом деле в России разбалованы в хорошем смысле этого слова. Россия с точки зрения бизнес-культуры, менеджмента, сделала за последние 20 лет фантастический скачок. Это правда? Фантастический скачок. Все организованные, все там зумы выполняют свои обязательства, дедлайны. Ну, мы цивилизованные ребята, при всем уважении к нашим турецким партнерам. Они от нас отстают лет на 20. Вот они по бизнес-культуре, они такие, как мы были 20 лет назад. Поэтому это тяжело. Они, правда, единственное, они честно в этом признаются, они говорят, дедлайн это не наше. Вот у меня сейчас эти ребята, которые там сидят, они практически, как был в таком, в Советском Союзе, я еще успел поработать в Советском Союзе, было такое понятие, как толкач. Это человек, который, если вы что-то заказывали на советском предприятии, то нужно было туда посылать человека, который сидел и это оттуда выцарапывал. Вот точно так же мои ребята сейчас сидят на турецких фабриках и там проверяют, вы материалы закупили, закупили, производство запустили, запустили. При этом технологии хорошие, инфраструктура хорошая, заводы хорошие, продукты с точки зрения качества хорошие. По дизайну они тоже отстали лет на 25, но вот там я понял, какое большое значение имеет бизнес-культура и культура менеджмента. Все есть у ребят, но организовано все отвратительно. Какая прекрасная идея для бизнеса только что была озвучена. Я бы в Турцию взял в управление. Там, кстати, еще большая проблема. Мы еще должны сказать спасибо. Я вообще во всем стараюсь находить положительные черты. Мы должны сказать спасибо нашей власти, что у нас независимый ЦБ. Это правда. Вот в Турции ЦБ зависимый, ЦБ делает то, что указывает верховный лидер. Макроэкономическая политика Турции это просто уже притчевоязыцах. Да, да. Там лира, которая постоянно пляшет. Установлена ставка 14%, которая не имеет отношения к реальности. Ставка эта целиком политическая. Экономика накачивается необеспеченными деньгами. Постоянная инфляция, совершенно византийский процесс бухгалтерии, регистрации. Никакой цифры, к которой мы так привыкли, нет. Например, вы должны иметь два счета. То есть, можете иметь один, но если у вас счет в коммерческом банке, вы должны иметь счет еще в государственном банке. Потому что платежи государственные, вы должны платить с вашего счета в государственном банке. Ну, Византия. Византию, кто там, по-моему, Султан Мехмед взял Константинополь. Но можно взять Константинополь, нельзя уничтожить Византию. Вы, кстати, еще советский предприниматель, как вы сами сказали. Ну, я не совсем, я все-таки переходный. Я не цеховик, и у меня есть друзья-цеховики. Были люди, которые занимались бизнесом в Советском Союзе. Их называли цеховики. У них были подпольные цеха, где шили джинсы, пуховки, что-то еще делали. Эти люди были совершенно героические. Потому что мало того, что они делали бизнес, за который их просто могли расстрелять. То есть, ну, в совершенно нечеловеческих условиях, совершенно и фантазеры. Я начал заниматься там бизнесом, как все мое поколение. Конец 88-го, начало 89-й год. Мы молодые специалисты, нам 26, не знаю, мне было лет. Это начало кооперативного движения. Начало кооперативного движения. Мы все начали что-то покупать и продавать. Потому что просто мы были голодные. Нам просто тупо было не на что жить. Вот физически было не на что жить. Поэтому у нас не было особого выбора. Можно было продолжать одолживать 20 рублей до зарплаты и мыть подъезды. А можно было пуститься во все тяжкие. Но очень многие... Кто-то так и остался. Кто-то пустился во все тяжкие. У кого-то получилось. Кто-то стал олигархом. Кто-то стал обычным предпринимателем, вроде меня. Так я вот к чему... Велая, о чем хочу спросить. Вы видели очень много уже и кризисов, и разных состояний нашей экономики, и общества, и страны. Вот текущий кризис вы бы с чем сравнили? С вашей точки зрения на что похож? Да ни на что. Каждый кризис совершенно новый. Мне вот реально не с чем его сравнить. Я могу сказать, мне тяжело дался только один из кризисов. Это 98-й год. Почему? Ну потому что тогда уже очень мы были как бы... Это первый такой серьезный кризис, на котором нас как бы... Тогда казалось, что все, что конец. Курс доллара падает четыре раза. Банки валятся. Люди кончали самоубийством, реально кончали. Потому что люди брали заемные средства, вкладывали в эти ГКО. Ну, в общем, это было реально похоже все на ад. Но вот как после этого остальные все были не так страшны. Сейчас, если раньше что-то можно было предсказать, сейчас я ничего не могу предсказать. С одной стороны, это действительно небывалая история, потому что впервые на моей памяти страна оказывается в реальной экономической блокаде. Это экономическая блокада, можно говорить санкции, я думаю, что это не является запретными словами, это экономическая блокада, попытка экономической блокады, скажем так. При этом, я, честно говоря, считал, что будет гораздо хуже. При этом российский бизнес и, надо сказать, российские монетарные власти показывают совершенно фантастические чудеса выживания. Вот просто чудеса. Поэтому, чем кончится, я не знаю. Я надеюсь, я всегда считаю, предполагаю, что все кончится хорошо, потому что блокада-то она блокада, но блокирует нас все-таки только с запада. Чем дальше, тем больше я смотрю, что восток поднимает голову. В политическом смысле. В общем-то, кроме коллективного запада золотого миллиарда, никто Россию топтать не собирается. Для остальных 6 миллиардов то, что происходит, совершенно нормальная картина. Они все время находятся в состоянии конфликта со всеми соседними странами. И они не понимают, о чем здесь, о чем, ребята, о чем, собственно. Я понимаю, что ничего предсказать нельзя, но вы все равно же что-то планируете. У вас какой горизонт планирования сейчас? У меня лично порядка двух-трех недель. Это большое, у меня один день. Нет, я был горизонт планирования на один день. Сейчас я где-то его увеличил до двух-трех недель. Вот сейчас у меня более-менее планы там подбиты до начала августа. То есть уже есть прогресс. У нас два сценария. Два сценария позитивный и негативный. В негативном сценарии мы падаем на 50%. А в позитивном мы проявляем небольшой рост. Условия какие? Условия движ на рынке недвижки. А, то есть если рынок недвижимости окажется стагнацией? Если рынок недвижимости застынет, то будет отрицательный сценарий. Во-первых, очень большой вводный курс. При сегодняшнем курсе наш клиент все-таки люди, скажем так, то, что на Западе принято говорить такой, ну, high middle class, там, верхняя часть среднего класса. Люди в верхней части среднего класса, у них сохраняется часть долларового мышления. Вот мне при всей, я очень люблю Москву, мне сейчас здесь деньги тратить не хочется. Я все равно иногда мысленно, там, выпил недавно капучино в Bosco кафе, пока ждал зубного врача, и пересчитав евро, понял, что я выпил капучино за 10 евро. Я думаю, что в Милане такую цену не найти. И это, я считаю, давит на потребительский рынок. Такой высокий курс, все равно люди это как-то в голове пересчитывают, смотрят. И плюс неопределенность, неопределенность ведет к тому, что деньги, конечно, застревают в банках. Очень много вводных, я просто не экономист, я не могу просчитать все вводные, по-моему, никто не может. С одной стороны, очень хорошо, что валюту выгоняют из банков. Ну, для меня. Для вас. Для меня хорошо, я эгоист. Бизнесмен должен быть эгоистом. Бизнесмен, который борется за все человечество, ему нужно идти во врачи. Ты можешь вечером снять свою шляпу бизнесмена, одеть свою шляпу благотворителя и тогда перестать быть эгоистом. Но пока ты в бизнесе, ты должен быть эгоистом, иначе не будет у тебя бизнеса никакого. Я долго к этому шел. Мне лучше, чтобы доллары выгоняли из банка. Ну, мне лучше, чтобы рубль бы приупал, потому что если даже вас, ну, вы будете держаться за ваши доллары до последнего, чем менять их по, не знаю, сколько сегодня курс, там, 60 икс. Вот, поэтому хорошо, что истекают сейчас кредиты под высокие проценты. Это мне тоже нравится. Деньги вытащатся. То есть вопрос, вот неуверенность у нашей целевой аудитории в том, что делать с деньгами, она, конечно, давит сильно на рынок. И вот из-за этой неуверенности трудно сказать, куда он пойдет. Я бы чувствовал себя более уверенным, если бы там доллар был бы выше 70, между 70 и 80. Это такая психологическая граница, когда люди пойдут их менять на рубли и пойдут их тратить. А сейчас они будут пытаться любыми путями на них сидеть, там, переводить в Киргизию, в Белоруссию на сегодня, там, для предприимчивого человека. Сложно, но можно. Вы Икею собирались купить? Да нет, конечно. У нас это была провокация. Это был, я бы сказал, я собой доволен, это был хороший пиаровский ход. Он давно идет, но у нас старая такая между нами анекдот. Была такая компания, финская мебельник, было несколько магазинов в 90-х годах. Не знаю, что с ними сталось, но тогда они были довольно сильной компанией. Несколько магазинов было в Москве относительно большого размера по тем временам. И кто-то нам приносит на хвосте новость о том, что эти ребята, владельцы финской мебели, собираются покупать универмаг Москвы на Ленинском. Обсуждают покупку универмаг Москвы. Я говорю с вами, Леха, а давай обсудим покупку Газпрома. Будем покупать Газпром? Леха говорит, нет, денег нет. Я говорю, ну вот, видишь, мы обсуждали покупку Газпрома. И в Икеа интересовался мой прекрасный коллега Миша Кучмент. Покупать нам нечего. Но когда ко мне обратились, собираюсь покупать Икею, я с подлой мыслишкой сказал, что да, мы рассматриваем этот вопрос. Почему? Потому что мы действительно смотрим на поглощение. И мне важно было запустить эту новость через Икею. И ко мне пришли уже два серьезных проекта, с которыми можно разговаривать. Купите нас, да. Зачем вам Икеа? Купите нас. На что это и было рассчитано. Но, конечно... Какой вы, однако? Ну, я же говорю, бизнесмен должен быть эгоистом. Икею не купим, но купим какое-нибудь хорошее предприятие. Если купим, к сожалению, к сожалению, наша отрасль дремучая. Вот мои разговоры пока по поводу поглощений. Но разговор, конечно, в нашей отрасли анекдот просто. Вы продаете, приходят сами. Мы продались бы там по таким-то и таким-то причинам. А сколько вы стоите? А сколько дадите? А сколько у вас и беда? А хрен его знает. А вы сколько дадите? Ну, мы сейчас лезем разбираться. Дело в том, что поскольку... То, что выходит сейчас на рынок, причем хорошие продукты, хорошие продукты, но это в основном моновладельцы, которые сами подняли свой бизнес. И по существу сами им и рулят сейчас. Ну, и уже им там пора на покой. А команды нет, поэтому они хотят там продаться. Но когда начинаешь лезть в финансы, ну, там выясняется, что такие небольшие частные бизнесы в России плохо понимают свои финансы. И мы не первые. Ну, я думаю, мы что-то добьемся. Я знаю, что Аскона тоже там, Рома Иршов мне рассказывал, они уже давно искали, кого купить. Но тоже приходят смотреть финансы и начинается здесь считаем, здесь не считаем, здесь рыбу заворачивали. Это сейчас вы хотите купить, потому что вы думаете, что стоимость активов сейчас низкая? Мы не про стоимость активов. Мы хотим расти дальше, мы просто не видим... Условия для органического роста. Потому что очень неопределенная ситуация. Два. Ну, собственно, мы еще до неопределенной ситуации, мы начали смотреть, как развиваться. Там нам нужно еще производство. Ну, смотрели мы там, скажем, добавить что-то к производству. Нужно что-то там строить, ремонтировать. Ну, начинается все, что нужно там 200 миллионов потратить на бетон. Ну, не хочу я 200 миллионов заливать в бетон, при том, что есть достаточно много производств, у которых там нет такого хорошего финансового положения, как у нас сейчас, и нет такой сильной команды, как у нас сейчас. Я лучше там их бетон куплю. Да даже за те же, допустим, 200 миллионов, но при этом я не потрачу два года на то, что этот бетон буду лить. А что это будет? Это тоже шкафы, мебель? Или вы хотите какие-то другие сегменты? Ну, мы как раз смотрим на... Вот вы купили квартиру, мы смотрим все, что вам надо. Текстиль, межкомнатные двери, все, что связано с интерьером. Шкафы нам нет великого свойства, скорее диваны, стулья, там, обедные столы. Мы хотим... Статикей. Нет, мы анти-ки. Мы анти-ки, потому что мы для ленивых. Я имею в виду по ассортименту вы хотите? Ну, нет. Мы не хотим там стаканчики, это другая совершенно история. Вообще, я очень уважаю Икею. Это совершенно гениальный ритейлово-маркетинговый концепт. Но Икея пережила свой зенит. А хипстеры не едут в Икею больше. Потому что у хипстеров нет машин. Вот мой сын там в Германии, у него редкий случай, у него есть машина среди его тусовки, там, 25-летней. Вот как бы все его друзья вечно говорят, давай, может, вот раз, не знаю, в несколько месяцев они его уговаривают, едут с ним в Икею. В Икеи же машина. А куда едут хипстеры? Хипстеры вообще деньги не тратят. Хипстеры пытаются заказать онлайн, но онлайн мебель не работает. Ну вот не работает пока-то. Пучемент то же самое рассказывал, что не работает. Я знаю, он много вкладывается в онлайн, и много работают, они вот там не работают онлайн мебель. В мебели работают так называемые РОПа, Research Online, Purchase Offline. Поэтому Икея, вот у них была попытка, не знаю, насколько успешно сделать городской формат, в авиапарке, в Афимоле, и у них тоже там 900 метров было. Я хотел туда зайти, но мои там ребята опросили соседей, говорят, там в общем не работает экономическая модель в Афимоле для мебели. Нет, наша идея это персональный сервис, это комплексный сервис проектный. Мы хорошо себя чувствуем, когда люди к нам приходят с проектом. И наша экономика так устроена, что мы хорошо себя чувствуем в проектах. Потому что, если у нас заказать одну тумбочку, мы пытаемся с этим бороться 26 лет, не работает, но так устроена экономика, так устроены наши компьютерные системы, наша тумбочка стоит космически. Но когда вы берете у нас там нормального уже размера, как бы проект, вы обстраиваете комнату или несколько комнат, или квартиру, тогда мы очень конкурентны. С учетом того, что мы делаем, с учетом полного сервиса, разработки проекта и так далее. Поэтому мы, ребят, проектные. Чем больше мы включим в этот проект, тем нам интереснее. Аж как вы вообще видите компанию свою в будущем? Давайте представим, что все будет хорошо. Я вижу ее как... Насколько образ? Я вижу ее как пчелиные улей. Добрые пчелы. Добрые пчелы. Добрые пчелы, правильные пчелы, делают правильный мед. Мы сейчас стараемся... Я просто... Я не умею задумываться о чем-то, если я не увидишь какого-то примера. Я после истории печальной с натурой сибирикой, я задумывался, что будет в компании, потому что Трубниковым я там виделся пару раз в жизни. Но так представляю, что это тоже был такой эпатажный персонаж, мало приспособленный к системной работе. Тоже такой же, как вы, что ли? Да. Но он еще был более эпатажный. Очень мне понравился. И сейчас целое поколение... Вот те ребята, которые хотят продаться, это тоже мое поколение. Сейчас вот это наше поколение, 60-летних условно, оно понимает, что... Я хоть и ношу маечку с надписью «Иммортал», но... Бессмертный, да? Да, да, да. Но понимаю, что маечка может и не помочь, тем более она может сноситься. Вот. И начинаю задумываться, что будет дальше, и дети мои бизнесом не будут заниматься. И это, в общем, такая история, и не проявляют к этому интереса. Ну, не знаю, не проявляют. Совершенно они... Я вот их там вижу, не бизнес-типажи. Продажа такой небольшой, ну, скажем так, среднего размера российского бизнеса, это очень тяжелая штука. Потому что... Ну, сегодня, в принципе, стоимость любого российского бизнеса равна 1 рублю. И то равна 1 рублю, потому что по закону нельзя отдать бесплатно. Откуда вы... Появляется этот 1 рубль в сделках, потому что бесплатно отдать не пропустит там налоговое. И я думаю, что постепенно через как-то... Я не могу сказать, что у меня нет полной схемы, но я смотрю на то, чтобы делать постепенно своих менеджеров со своими партнерами. Через дочерние предприятия. У нас же есть опыт, когда мы делаем новые бизнесы, в которых наши топы, ну, которые этого хотят и заслуживают, становятся у нас партнерами. Это новый для нас опыт, новый вообще для рынка опыт. Но я считаю, что если это получится у нас, пока что-то получается, что-то нет. Сам получается. Это очень положительный опыт, потому что, во-первых, это удержание. Во-вторых, это борьба с выгоранием. То есть, с чем я столкнулся в своем опыте, самый страшный бич топов это выгорание. Мы так компанию чуть не потеряли там где-то в 15-17 годах. У нас был прекрасный CEO, опытный. Мы его вовремя не сменили. Он даже... Ну, в общем, туда-сюда человек абсолютно выгорел. И попытался отнять вашу компанию? Нет, нет, нет. Или это другой был? Это был совершенно другой человек. И не топ, а просто юрид. Вот. Это как раз полностью позорная с нашей стороны история. Мы, как и все русские бизнесмены, вообще русский народ, мы сначала создаем человеческие сложности, потом в честь из них выходим. Это наша национальность. Это, кстати, то, что не понимают наши, как говорят, дорогие партнеры на Западе. Чтобы заставить русских работать, нужно им создать нечеловеческие условия. Я вот совершенно не умею работать в стабильной обстановке. Вот нужно, чтобы на голове громыхало, в дверь ломились и был потоп, вот тогда мы гениально работаем. Вот это для этапа развития России следующего, нужно создать нечеловеческие условия для экономики. Это сейчас как раз. Пожалуйста. Я поэтому говорю, что мне эта история очень интересна, потому что она может как плохо кончиться, так и кончиться фантастически, потому что, опять же, говорю, что вот русские как сообщество, они хорошо работают, когда очень все вокруг плохо. Их плохо работают, когда все вокруг очень хорошо. Ну, потому что, когда все хорошо, зачем работать? Зачем работать? Я тоже, я тоже, зачем работать? Я там очень долгое количество лет, пока в компании все было хорошо, ничего не делал и тратил время на какие-то фантастические там путешествия по Японии, Новым Зеландиям, Перу, по восхождению на Непал. Ну, что работает? Деньги идут. Приходишь на совет директоров, клюешь носом, пока не дойдет дело до дивидендов. Дальше начинается базарный торг с менеджем за дивиденды, дальше берешь такси и едешь на самолет в Лондон. Прекрасная жизнь. Скучно очень. Вы, кстати, как-то очень, по-моему, живете во всем мире сразу, одновременно. Вы то на Мадейру летите, то мы с вами в Стамбуле встречались, то вы в Лондон летите. Вы гражданин мира? Во мне живет безумная страсть путешествий. Вы путешественник, да. Я просто, мне тяжело усидеть на одном месте. Мне тянет, я очень люблю путешествия, я очень люблю передвигаться, я очень люблю жить в разных странах, мне очень нравится осваивать новые страны, разбираться, как там все устроено, как там жизнь. Но сказать, что я гражданин мира, я бы не сказал, что я гражданин мира, я бы сказал, что я человек мира. Мне хорошо в разных странах по-разному, но все равно все-таки точка, как это говорят налоговики, это ваша точка жизненных интересов. Вот точка жизненных интересов у меня все-таки Россия, потому что все равно пребывание твое за границей, оно все состоит под овлату в ощущении собственной незначительности. Вот эта история с богатым рантье, она для деятельных людей, как я, она очень тяжела. То есть, там, Мадейра, это прекрасное место, где можно выдохнуть, посмотреть на солнце, там, сделать какие-то дела, но там больше месяца я там не пробуду. И плюс мне места какие-то надоедают. Там какое-то время провел в Лондоне, вот сейчас меня туда, вот если бы там не младший сын, который еще там к нему приедет, меня сейчас туда на Аркани не затащишь. Ну, как-то вот надоело мне. Ничего не могу сказать плохого. Бывает, знаете... Вы прожили какое-то время, да, Лондон? Я прожил какое-то время, и сейчас там бываю связан с ним там семьей, хотя там жена уже больше на Мадыре. А почему вы говорите про чувство собственной незначительности? А вы не пробовали что-то построить за границей? Вписаться там вместо сообщества, стать там значимым членом общества? Можно. Такой неожиданный вопрос. Нет, я много над этим думал. Нужно отрезать все здесь. Вот я жил в Палалто, я и там успел пожить. В 90-е я жил в Палалто, и тогда еще в полной активности было поколение еврейской эмиграции, уехавшее в середине 70-х. Я увидел, насколько там вот эта наша эмиграция потрясающе успешна. Я не ожидал такого. Я тогда занимался разным хай-тек, экспортом, импортом. Приходишь в какую-нибудь компанию, которая делает какое-то оборудование там для полупроводников. Главный инженер там Толя Каганович из Питера и так далее. Действительно, люди выезжали в высоком уровне образования и достигали очень хороших успехов. Я думаю, почему? У них не было пути назад. То есть, для того, чтобы добиться успеха за границей, нужно сжечь мосты. Я пытался что-то делать. Ну, ищи там, не знаю, сейчас там на Мадейре у меня там Airbnb бизнес, жена им занимается прекрасно. Но это не мистер Дорс. Чтобы реально построить бизнес, нужно сжечь мосты. Я знаю много людей, которые это сделали. Я не смог. Ну, и не хотел, на самом деле. А вы с нашей нынешней миграцией общаетесь же сейчас? Общаюсь. Ну, что они там? Выглядит бледно. Почему? Я определил их на несколько этапов. Первое, отсидимся и вернемся. Но их постепенно становится все меньше. Второе, найдем удаленную работу. Ну, вот я пока еще не видел человека, который бы... Ну, вся их деятельность, она все равно такая полууехавшая. В основном все рассчитывают вернуться все-таки. Ну, или рассчитывают вернуться, или быть как-то связанным. Создают там русские комьюнити где-то. Чтобы... Вот я пока не увидел человека, который бы сказал, все, я, не знаю, там, иду работать в компанию, не знаю, или создаю свой бизнес, открываю свой ларек, открываю свою обувную мастерскую, учу язык. Все как-то вот... Вы видели хоть одного человека в Дубае, который учил бы арабский язык? Нет. Ну, в Фейсбуке мы все там общаемся, в комьюнити разных. Никто не задает вопрос, где найти хорошего преподателя арабского языка, или индонезийского, или португальского. А ваши дети говорят по-русски? Говорят. Но не очень. Но не очень. Говорят, но не очень. И не пишут. Сколько у вас гражданств? Нет, у меня русское, израильское. У меня там у детей куча гражданств. А я там, хоть жил в Англии, я не брал английского гражданства из налоговых соображений. Налоги высокие? Да, там высокие налоги, у меня семья английских граждан. Пока я как бы там не являлся там никак не резидентом никем, хотя свободно к ним летал, я мог спокойно посылать им деньги, чтобы для них было не налоговым доходом. А сейчас? Сейчас деньги высылай не хочу. Особенно, когда миллион месяцев. Кто бы мне дал миллион месяцев? Вот. Это раз. На Западе сейчас скорее риск другой, чтобы не отняли. Поэтому я, например, туда не шлю. Особенно. То есть, ну, на мой взгляд, самое рисковое, если ты как-то связан с Россией, то самое тупое, что ты можешь сделать, отправить сейчас деньги за границу. Сегодняшняя ситуация с деньгами, она абсолютно непонятная. Нам предложили купить там одну нашу производственную недвижимость, которую мы используем, но не очень, и сдаем в аренду. Какая-то была сумма нормальная. Ну, мы подумали, ну, хорошо, вот сейчас получим мы эти деньги, а что мы с ним будем делать? Оставим в рубле, непонятно, что будет. Переведем за границу, там тоже кто-нибудь сейчас скажет, вы эти русские, вот вам сейчас. И что делать? Решили не продавать. Мы решили, что в это время лучше все деньги пусть будут в кирпичах. Кирпичи отнять гораздо тяжелее. Это правда. Я считаю, что в такой ситуации, как эта, лучше все недвижка. Ну, это вам, вы сейчас как эгоист поступаете, агитируете за покупку недвижимости. Бизнесмен-эгоист. Нет, я могу сказать еще, вот даже безотносительно к движу на рынке недвижки, я смотрю свой опыт. У каждого есть свои личные тараканы в голове. Я очень легко ввязываюсь в авантюрные проекты. Сейчас уже меньше. И вот, поэтому, если у меня какие-то деньги появляются свободные, я покупаю какую-нибудь недвижку и сдаю ее в аренду. Потому что я знаю, что иначе я во что-нибудь вложусь и потом буду об этом сильно жалеть. Недвижка в этом смысле, она хороша тем, что она не движется. Я за это ее люблю. Трудно пропить, промотать. Да, трудно пропить, трудно там проиграть. Да, там доходность небольшая. Причем я сам удивился, сказал мне это никто иной, как Виктор Орловский, известный же наш венчурный человек. Оказывается, если брать 25 лет, то большой диапазон достаточно, не помню, какой он говорил, то недвижимость один из лучших активов, если не лучший. А вы правда были руководителем Ходорковского? Ну, это было одно лето. Как бы он был мастером, я был, не помню, то ли комиссаром, то ли командиром зонального штаба стройотрядов, а Ходорковский был мастером в одном из этих стройотрядов, которые были как бы в моем подчинении. Так что, такое одно лето формально был. Вы с ними общаетесь сейчас? Очень редко. В Лондоне иногда пересекаемся, он меня традиционно, надо отдать ему уважение, хотя зная, что я не, скажем так, не придерживаюсь либеральных взглядов, но и других не придерживаюсь, я беспартийный барыга. Вот. Он меня зовет на новогодние вечеринки свои традиционные, которые устраивают. Я когда в это время окажется, лондон не хожу, пару раз там лично пересекались, на каких-то благотворительных акционах или где, к нему отношусь с большим уважением. Много не общаюсь, но он же интроверт очень серьезный. Ну, клиническому экстраверту, как мне общаться с таким серьезным интровертом, это непросто. У вас вообще, мне кажется, очень много друзей каких-то. Очень много. Это свойство. Я вообще, то, что, когда я что-то советую молодежи сделать, это советую очень сделать тест по Бриксу Майерсу и определить тип своей персональности. Мой типаж, он в этом Бриксе Майерсе называется энтертейнер. Это человек, который любит развлекать других людей, любит разговаривать, легко обзаводится громадным количеством друзей. И я этого стеснялся много лет, пока мне казалось, ну как бизнесмен, он в костюме. Должен быть серьезный человек. Бизнесмен должен быть и меня партнеры чморили. Ну что ты это из себя клоуна делаешь. Бизнесмен должен быть серьезный человек, он должен сидеть в компьютер, там, Excel-таблицы, вести селекторные совещания. А человек, который дружит и много разговаривает, это не бизнесмен. Бизнесмен должен быть. Вот. Пока я не понял, благодаря там свою консильерию, с которым там работаю последние сколько уже, 2014-2015 года, что это наоборот, это то, что я, это то, в чем моя сила, это то, в чем я достигаю успеха, я стал, я перестал носить костюмы. Что такое консильерия, кто этот человек, что он для вас значит? Этот человек, это, если правильно все говорит, индустриальный психолог. Я просто очень не люблю слово коуч. Коуч? Ну, я ненавижу слово коуч, потому что все коучи жулики. Так, чего он вас коучит? Он, вообще, он израильский как бы психолог-консультант, работает с Масадом и Министерством обороны, и МИДом израильским, учт техники переговоров и многим таким важным вещам. Очень интересный человек, сам по себе, Слава Погребенской его не зовут, это не секрет, и он у меня с другими еще есть интереснейший, он мне очень помог в свое время, если брать эту серию, несколько, Марк Кукушкин есть такой, не знаю, вы знаете, совершенно гениальный как бы такой коуч, Ситников Алексей, очень сильная фигура, вот, ну вот это ребята, которые разбирают твои бизнес-ситуации, разбирают твою стратегию, разбирают, что ты реально хочешь, из тебя вытаскивают, и вытаскивают в тебя сильные стороны и говорят, используй их, используй, вот, потому что когда у нас были проблемы в бизнесе, он мне очень сильно помог, он говорит, что ты делаешь, ты смотри, ты харизматичный болтун, используй это и вытаскивай через это бизнес, давай уверенность своим сотрудникам, давай уверенность своим партнерам, выступай, рассказывай про бизнес, создавай вокруг тебя комьюнити, объединяй коллектив, но в таблице ты все равно в них видишь фигу, пусть менеджмент разбирается и партнеры, нет, я вижу, я могу прочитать таблицу, но есть, там, не знаю, сто человек в компании, которые читают таблицу лучше, чем я, в них разбираются, но при этом нет другого человека, который умеет делать то, что делаю я, и зачем смотреть таблицу. Сильно изменилась ваша жизнь после этого? Я просто новой жизнью зажил, заново родились. Я заново родился, вот в 53 года я заново родился. Это не могу сказать, что это прошло одно момент, это было постепенно, но реально я очень жалею, поэтому всем молодым я советую это делать пока молодые. Если бы я знал это раньше, я пошел бы в клоуна. Вот как бы мой тип личности, вот Брикси Майер называется энтертейнер. Идеальная карьера клоун. Я помню, у меня там тогда у меня был большой дом под Лондоном и был Слава Павловне со сноу-шоу, я его знаю немного, и я позвал на Рождество, у них там был перерыв между их сноу-шоу, я позвал на Рождество всю команду, 20 клоунов у меня были дома. У меня не было лучше дня. Слушайте, вы сказали, что вы все время ввязываетесь в какие-то бизнес-авантюры. Больше не ввязываюсь, я просто очень много ввязывался. Какая вам больше всего запомнилась? Ой, я Мономур столько денег выбросил, торговал в вибратором и сексуальным бельем. Казалось бы, безошибочная история, потерял кучу денег, ну, потому что это были годы, когда я бездельничал и считал, что можно дать денег людям, они что-то сделают. Ну, конечно, если ты дашь людям денег, ничего никто никогда не сделает. Ну, я уже даже не помню, что только хлопок менял на какую-то проволоку для его увязывания, то, что 400 тысяч долларов потерял. Ну, просто вот как бы у меня такой был серьезный период раскидывания денег, наверное, между 2005 и 2015 годах, потому что, когда бизнес процветал, шли хорошие дивиденды, и в 2005, да, в 2005 мы продали Лифутур очень удачно, мы его за 4 года подняли, заработали... Подождите, Лифутур, насколько я помню, обанкротился. но мы его продали сначала. Очень хорошо продали. После этого, я решила, что моя бабушка переспала с Инбернаром, потому что несколько удачных проектов подряд выскочило, все пошло хорошо, и я начал, как... Вам, те, что, есть проект, на, миллион, беги, делай. Сколько вы всего потеряли на этих авантюрах? В этот период... Вы считали, или вам больно это делать? Нет, я уже не больно, уже свыкся с этим, потерял я гораздо больше денег, чем у меня сейчас есть. Наверное, миллионов 12 долларов, примерно, да. Вот. Тогда сначала было очень больно, я еще много денег потерял, у меня в Питере был такой проект, мы строили там садовые центры, это тоже... Никогда нельзя идти миноритарем в русскую компанию. И когда ты миноритарий, ты смотришь, как... Как деньги испаряются, сделать ничего не можешь. Как деньги испаряются, не можешь ничего сделать. Ну, ходишь, орешь, ну, я вышел там, в какой-то момент, я плюнул, вышел из проекта, и слава богу, потому что потом это вообще все с треском обанкротилось, эти садовые центры. Я после этого долг в Питер не мог ездить, сейчас нормально я просил Питеру свои 5 миллионов. Это была самая большая сумма, которую вы потеряли на одном проекте? Наверное, это да, 5, наверное, максимально. Какой вывод из этого всего следует? Не надо вверх? У меня днишка. Заработал копейку, купи сарай. Доработал рубль, купи квартиру. Или вкладывай их собственный бизнес. Вы сейчас много благотворительностью, по-моему, занимаетесь, да? Ну, достаточно. Не так много, как мне хотелось бы, просто времени на многое не хватает. Последнее сообщение про Курский фонд, рука помощи. Не, Кировский фонд. Кировский, да. Кировский фонд, да. Этого родилось после передачи «Секретный миллионер». Я одарил трех человек хорошими деньгами. В чем суть этой всей истории? Посмотрите, вы поржете. Много посмеетесь. Там много, там много, знаете, там из смешных это Оскар, Хартман, Рыбаков смешная, очень смешная с Ковалевым передачей. Со мной тоже очень смешная. У тебя отнимают деньги, у тебя отнимают мобильный телефон, у тебя отнимают паспорт, дают тысячу рублей и выкидывают в какой-то несимпатичный город, типа Кирова или там Оскара выкинули в Северодвинске. И ты три дня там должен выживать и параллельно, поскольку ты выживаешь на дне, находишь людей, которым ты хочешь помочь. Парню одному несчастному я купил квартиру однокомнатную, там еще одним ребятам помог. И вот эта самая замечательная девушка Аня, которая помогает бездомным сама из детдомовских, просто совершенно фантастическая девушка, ей там дал миллион двести тысяч рублей на ее дело. Парень опять этот сел детдомовский, к сожалению, потому что ну это гигантская проблема с детдомовцами, они не приспособлены абсолютно к жизни. То есть он не мог жить один. Я ему купил квартиру с тем, что он сделает паспорт, переоформленный его. Паспорт он так и не сделал, запил, потом опять что-то украл, сел опять в тюрьму. Квартиру эту я продал, на эти деньги мы купили Ане некоммерческое помещение, еще собираем ей деньги и я помогаю. И она съездила в Питер и с помощью питерской ночлежки очень уважаемое заведение сделала подобное заведение в Кирове и сейчас там и получает гранты под него. в общем сейчас это вполне история работы. Там нельзя ночевать. что это не жилое помещение, но им помощь нужна в другом, ночевать им приходится где-то еще, но они могут туда прийти, там есть души, они могут постираться, там есть юрист, там есть врач, ну в какие-то часы, там есть какой-то человек, который понимает в социальных вопросах и так далее, то есть они получают там дневную помощь. Поесть они тоже там не могут, потому что это Роспотребнадзор, который стоит за спиной всех, кто кому-то помогает, чтобы оступить, тут ждать, зачем, я не могу понять. То есть человек, если валяется в говне на улице, это нормально, а если он поел для Роспотребнадзора, извините, а если он поел еды, которую ему дали на этой кухне там внутри, он нарушил закон, точнее это место нарушил закон, то есть иди валяйся в говне на улице, мы увлеклись. Ну мне просто очень сильные были эти три дня. Есть такие известные фильмы «Ночной дозор», «Дневной дозор», наверняка их видели. Вот там человек живет в одной жизни, а рядом есть сумрак. Вот я на три дня переступил в сумрак. Я понял, что есть эта параллельная жизнь, которую мы не видим вообще. Есть интереснее, исследование, есть интереснейшее исследование, вы идете по переулку какому-то там, по заднему двору, и там бездомные люди копаются в помойке. Вас на выходе интервьюер спрашивает, вы кого-то видели? Вы говорите, нет, я никого не встретила, я никого не видела. Невидимые. Они невидимые, наше сознание, поскольку они неприятные, они плохо пахнут, они не такие как мы, они чужие, они иные. Наше сознание их просто вычеркивает, отрезает, мы не хотим это видеть, мы отворачиваемся в другую сторону. Мне просто это больно задело. И особенно больно задела вот эта история с детдомовцами, которым сейчас дают квартиры. 45% людей, которые живут на улице, выпавшие из этой жизни, перешедшие в сумрак, это люди, воспитанные в детдомах. У них нет никакой они не понимают вообще, что такое бюджет. Они не могут жить вне институциональной среды. И общество, и сама эта среда ничего не делает, для того, чтобы им дальше нужна поддержка многие годы, а этой поддержки нет вообще. И они влипают в ситуации, которые нам непонятны. Например, у половины вот этого сумрака нет паспортов. Ну, казалось бы, какая проблема, выправить паспорт. А это 2000 рублей. Я понимаю, для нас 2000 рублей сейчас на 2000 не всегда пообедаешь. А если ты бездомный в Кирове, 2000 рублей это огромные деньги. Они в неделю там на каких-то халтурах, ну, кто работает, кто не лежит там в говне. И такие есть, им уже обычно ничем не поможет. И опять же, нет никакой социальной инфраструктуры, нет никакой реальной помощи, чтобы их вот, не знаю, вытащить, кроме благотворительности, нет никакой вообще структуры общественной, чтобы помочь им выйти из этого сумрака. Не все могут выйти, я не знаю, мне трудно оценить, наверное, половина никогда не выйдет, к сожалению. Но треть, четверть этих людей может выйти оттуда. Им нужна помощь в элементарных вещах. Извиняюсь, что я так много про это, просто такой вопрос, он меня трогает эмоционально. Что-то делаете сейчас? Я делаю, я помогаю материально, там, ездил в Киров, сейчас еще поеду, вы там новый губернатор, который, как выяснилось, учился в одной группе с моим HR-ом, за крышу руку помощи. Вот. Мало делаю, сейчас абсолютно, я хотел делать гораздо больше, с 24 февраля я живу просто на человеческом цейтноте, таком болезненном уже. Почему? Вы звучите, как человек, у которого все хорошо. цейтнот это не значит, что плохо. Цейтнот это не значит, что плохо. Это значит, что ты нужен. Это хорошо. Цейтнот в основном потому, что сейчас пригождается мой опыт из 90-х, всех предыдущих кризисов, потому что все нужно сращивать на кончиках пальцев. Финансовые какие-то схемы, легальные абсолютно. У нас есть международный бизнес, мы его сейчас перетаскиваем с русской компании, перетащили на английскую, которая у меня осталась от другого бизнеса, который, скорее всего, придется закрыть. Бизнес, связанный с Россией, тоже просто бизнес, связанный с электроникой, там все попало под двойное назначение, товаром двойного назначения я заниматься не буду, оно того не стоит. Ну, может, и не закрыть, не знаю, но переформатировать, но это я так слишком, может, забегаю вперед. не тянут хипстеры. Хипстеры хорошие, но у них, конечно, еще не тянут. Нужен опыт бартера. Ну, нужен опыт, да. Выстраивание цепочек. Нужен опыт выстраивания сложной схемотехники, быстрого поиска друзей. Как раз мне поэтому и мой канцеляр говорит, ну, ты радуйся, ты востребован, ты нужен. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.